И наш дорогой Апостол, он уже с нами в прямом эфире. И мы приветствуем тебя сегодня! Аллилуйя! Аллилуйя! Вы меня слышите? О, привет всем, дорогие! Очень рад вас всех видеть! Как прекрасно видеть вас! Я уже так соскучился по вам. Приветствую всех в Киеве! Приветствую всех телезрителей! Пусть Бог вас обильно благословит! И как ваши дела? Вот это хорошо! Вот это хорошо слышно! Отлично, отлично! Вы знаете, в самом деле сейчас я нахожусь в таком особенном времени, как каждый год я начинаю свой год с уединения, начинаю свой год с молитвы и так уже десятки лет. И я так благодарю Бога за это, потому что это какая-то благодать, милость Божья, что Бог мне дал такую мудрость постоянно так делать и потом видеть результат, видеть, что через это церковь получает благословение, через это церковь в Днепре выросла, через это церковь в Киеве выросла и растет. И я вам скажу, что, как я в прошлый раз говорил, что очень важно, знаете, промолить все, о чем мы мечтаем, все, о чем мы думаем. И самое главное, знаете, вот я вам скажу такую вещь, всегда, помните, нужно верить в невозможное. Вот нужно посягать на невозможное и нужно знать, что вот некоторые знания, вот вы должны это знать, что есть вещи, которые нереальны, которые невозможны, которых не должно, по идее, произойти в вашей жизни. Но если вы посягнете на это, и вы просто начнете об этом просить Бога, и просить Бога не переставая, вы увидите, что то, на что вы посягнули, оно исполнится. Потому что Бог, Он называет несуществующее, как существующее. Потому что Бог, Он может творить из невидимого видимое, и Он буквально движется через наши помышления. И самое главное, знаете, вот когда у тебя в голове рождается идея, план, когда у тебя в голове рождается мысль, и когда ты начинаешь просто посягать на то, что это произойдет в твоей жизни. Нельзя нарушать ни в коем случае своей веры. Вот многие люди не знают этого секрета, что если ты в чем-то начал двигаться в вере, то нельзя нарушать вот этого пути, повредить его. А знаете, как можно его повредить? Хотите узнать это или нет? Да. Не слышу вас. Да. Сейчас я скажу очень серьезную вещь, которую я видел в жизни многих людей как большую ошибку. Когда, к примеру, муж и жена, и у них, к примеру, ситуация там на грани развода. И вот, к примеру, жена или муж там, ну давайте возьмем, жена начинает молиться о том, чтобы семья была сохранена, чтобы все было хорошо, чтобы были самые лучшие отношения. И потом, когда приходит какое-то искушение, она вдруг начинает говорить слова, которые она говорила до того, как начала молиться. Вот, ничего не получится, то короче, то все плохо, то он ненормальный, то я этого не выдержу. И вот, как только человек такое начал произносить и такие мысли допускать, чтобы вы знали, все его молитвы превращаются в пепел, и никакой роли они перед Богом больше не играют. Потому что, если ты начал во что-то верить, что бы с тобой ни происходило, и даже если все идет еще хуже, ты должен оставаться в вере и исповедовать то, во что ты видишь в своем разуме. Исповедовать то, что ты победитель, исповедовать то, что все равно все будет так, как ты видишь. И ни в коем случае своими мыслями, своими словами, своим исповеданием не повредить и не разрушить своей веры. И тогда Бог, видя испытанную веру, придет и совершит в один день. Бог не действует, друзья, постепенно. Вы знаете, вот бывает такое, когда постепенно, но я это вижу очень редко в жизни. А Бог действует всегда вот в один день. Вот вроде все хуже, 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 а потом в один день, оп, и победа. И так было и в день Пятидесятницы. Все они были единодушно вместе и внезапно, скажи со мной, внезапно. Скажи соседу, внезапно. Вот внезапно, написано, сделался шум. И вот Бог приходит внезапно, но Он приходит, когда ты сохранил свою веру. А знаете, вот сегодня у меня такое желание с вами поделиться, вот пару мыслей, мыслей у меня есть, таких, знаете, на мой взгляд, очень важных, очень интересных. И я знаю, что сейчас вы все дорогие в Киеве, я вот с вами, да, все телезрители, вы слушаете это. И мысль такова, что я вот задумываюсь, видя вокруг христианский мир, конкретно христианский мир, задумываясь над одной вещью. Это значит, что каждый человек, он живет в своем мирке, в своем мире. Вот знаете, как тенчик, он живет в такой, знаете, яичной скорлупе. И он живет в своих проблемах, он живет в своих каких-то нуждах, в своей какой-то суете, делах, в своей церковной жизни, в своем даже служении каком-то. И вот этот его мирок, это и есть вся его жизнь. И он даже не знает о том, что существуют еще и другие миры, существуют другие измерения, в которых живут люди. И так получилось, знаете, что 25 лет назад, когда я пришел к Богу, я уже знал о существовании других миров. Так вышло еще, как говорится, когда я был еще в мире. Но когда я пришел к Богу, я узнал о существовании миров, о которых не подозревал. Потому что первые 4 с лишним года своей жизни христианской я не был там апостолом, пастором. Я был человеком, который посещал дом престарелых и инвалидов каждое воскресенье. И мы с Викторией приезжали туда, и мы ухаживали, я ухаживал за дедушками, а Виктория за бабушками. И вот знаете, когда мы туда приходили, там такой был ужас, это был ад на земле. Там был такой, ну давайте я буду говорить прямо все, вот своими именами называть, можно, да? Там стоял такой смрад, что когда ты туда заходил, у тебя была единственная мысль, особенно первые там полгода, скорее оттуда уйти, потому что дышать было нечем. Такое смердело так, что просто ужас. Там такой запах был, просто кошмар. Потому что вот ты заходишь в палату, к примеру, да? И ты видишь человека, который лежит прямо в своих фекалиях, понимаете? И никто не убирает. И эти люди, они парализованы, они не могут не встать, они не могут даже руками шевелить. И ты приходишь, и тебе нужно своими руками все это брать, все это убирать, менять эти простыни, полностью перекладывать этого человека. Мы ездили, купали их своими руками, без перчаток, друзья, без ничего. И потом я его ложил, кормил его с ложечки, потом я ему читал Библию, пел ему песни на гитаре. И знаете, я видел разные картины. И там даже этажи были, там был один этаж, куда никого не пускали никогда, потому что там были очень такие тяжело больные. И были палаты некоторые, где там в палате, к примеру, один человек и больше никого нет. И туда даже не всех медсестер пускали. Но так как я туда ездил постоянно, то меня допускали туда иногда. И я там видел такие картины, которые, чтобы вы поняли, описать невозможно. То есть что это за ужас с человеком может быть? И этот человек, представьте, он в сознании, он думает. Но то, что с ним, когда у него нога растет там, где рука должна расти, понимаете? Когда у него со спины там рука растет, понимаешь? Ну это ужас просто. И когда ты это все видишь, ты понимаешь, что существуют другие миры. И вот существуют миры страданий, боли, о которых верующие не подозревают. Они живут в своих проблемах. И они живут и сами себя жалеют. Они молятся за себя там и думают, что они жертвы. Они, вот понимаете, находятся в таком неправильном положении, если взять и объективно смотреть на ситуацию, что они неправильно живут, неправильно мыслят. И из-за этого в их жизни нет прорыва. Нет вообще того, чтобы Бог излил на них благословение. Потому что они закрылись в своей скорлупе. Почему? Вы не задавали себе вопрос, почему я, будучи старшим пастором, будучи человеком, который является главой, лидером, но я сам хожу, к примеру, в эти онкоцентры, я сам хожу к этим деткам, я сам хожу к взрослым. Потому что я никогда не хочу стать человеком верующим, который живет в своем мирке. Знаете, просто катается на хорошей машине, живет неплохо, кушает неплохо, все у него в порядке, он выходит на сцену в белом костюме. Друзья, это все только одна и очень маленькая сторона жизни. А основная сторона жизни должна быть другой, и она у меня другая. Я прихожу туда, где существуют другие миры. И я иду туда сам, я не посылаю туда кого-то. Я иду сам. И я прихожу туда, к этим деткам. И знаете, что удивительно, что я вижу? Некоторые дети, представьте, они вот так вот год-два, они не выходят с отделения. Им делают десятки операций. Вот вы когда-нибудь переносили операцию? Кто из вас переносил? Поднимите руку. Мне интересно просто. Вот вы понимаете, правда, да, что такое операция, да? А представьте, что такое, когда операция касается онкологии. И когда эту операцию тебе делают уже в восьмой раз. Когда тебя режут и режут, режут и режут. Когда вот ребенок, я смотрю на него, и я спрашиваю, сколько уже химиотерапии, ну вот, к примеру, да, вот сделали. И мне говорят, там, четырнадцать, кому двенадцать. Операций сколько? Восемь, семь, десять. И ты смотришь, это ребенок, мать плачет. Денег нет. Даже химиотерапию, чтобы взять, я во все вникаю сам, понимаете? Чтобы химиотерапия была ни в коем случае не поддельная, не дешевая. Потому что, чтобы вы знали, вот живет человек верующий, вот даже ты можешь у соседа спросить, ты разбираешься в химиотерапии? Ты понимаешь, что такое брендовая химиотерапия и не брендовая? Да никто не разбирается. Ты понимаешь, что такое, к примеру, там, эти аппараты, которые мы покупаем, что они дают вообще? Нет, никто не разбирается. Потому что каждый закрывается в своем мерке и живет там. И вы должны знать, что на самом деле это, ну, такая неправильная, это вот неправильная жизнь. Я хочу, чтобы наша церковь и все, кто меня слышит, чтобы вы поняли, что так нельзя жить. Это неправильно. Бог не против того, чтобы ты хорошо жил. Наоборот, Он хочет тебя обильно благословить. Но Он хочет, чтобы ты не закрылся в своем мерке, чтобы ты пошел туда, куда ходил Иисус. А Иисус шел туда, где болезни, где боль, где страдания. Он открылся для всех измерений и для всех миров. Его за это даже осуждали. Его осуждали за то, что Он исцелял в субботу. И запомни, чем больше мы будем делать, тем больше дьявол через религиозных людей, через этот мир, он будет нас критиковать, он будет нас осуждать, он будет кидать в нас камни. И не раз брали камни, чтобы побить Иисуса. Не раз брали камни, чтобы побить апостола Павла. И знаете почему? Потому что Иисус шел туда, где другие миры. И вот я вам расскажу, да, я прихожу туда, и когда я, бывает, разговариваю с ребенком, и я просто в шоке. Потому что бывает такое, когда я, ну вот беседую, да, там с доктором. И спрашиваю у доктора, говорю, ну как, как вообще с этим мальчиком, как вот с ним, что происходит? И доктор мне говорит то, что он не может сказать, к примеру, этому мальчику. И он говорит, все безнадежно. И знаете, смотреть, сидеть в глаза этому ребенку и понимать, что, что бы мы ни делали, что этот ребенок, он обречен, это очень непросто. Это очень тяжело. И знаете, мне, конечно же, хочется всегда, знаете, сказать вот каждому человеку, кто, ну конкретно вот является тем, кто помогает. Вот знаете, есть много у нас там партнеров, да, есть много людей, которые являются партнерами. И мне хочется каждому из них сказать, слушайте, сколько жизней уже вы спасли, сколько жизней уже вы просто дали человеку судьбу, дали человеку жизнь. Потому что благодаря тому, что у нас была эта возможность, мы выделяли туда финансы, мы покупали лучшую брендовую, там, химиотерапию, мы покупали лучшие брендовые уколы. Знаете, это все самое лучшее, чтобы только вытянуть этого ребенка. И некоторые, кто должны были умереть, они остались жить. И они выбрались. И они живы. И кажется, почему? Потому что кто-то, он все-таки понял, что существует другой мир, существуют другие измерения. Не только твой дом, не только твоя семья, не только твои проблемы. Когда ты приходишь туда, в эти отделения, знаешь, когда ты там, ты начинаешь понимать одну вещь. Знаете, какую? Хотите услышать? Вы знаете, какую вещь я всегда понимаю? Что у нас никаких проблем нет. У нас никаких проблем нет. Проблемы у тех людей. Проблемы у этих детей. Проблемы у их мам. Вот это проблемы. Страшные проблемы. А у нас даже, если приходит проблема, так мы же в церкви. У нас есть надежда, у нас есть Бог, который нам поможет. Вы меня хорошо слышите? У нас есть Бог, который не оставит, который поддержит, который поможет. У нас есть надежда. А часто такое бывает, что люди, они без надежды. И вот поймите, то, что мы открываемся, и мы идем в эти миры, вот мы для них надежда. Мы приносим им от Бога помощь. И вы знаете, вот я к чему это рассказываю? Я вот встречаюсь там, бывает, с пожилыми людьми, со старенькими людьми. И знаете, как я вижу такую картину, что многие из них, они умирают. Умирают по одной причине. Потому что у них просто, вот к примеру, да, начался гипертонический криз. И чтобы сбить этот гипертонический криз, остановить его, нужны лекарства, нужны капельницы, нужны таблетки. Нужна какая-то, да, вот система, да, чтобы остановить это. Но так как у этой бабушки, к примеру, да, которая там 80-85 лет, у нее нет денег на это, у нее нет возможности. Что происходит? Подумайте. Она просто умирает от инсульта. Она просто умирает от инфаркта. Мне так жаль, моя мама умерла так в 2005 году от инсульта. И когда я сейчас думаю об этом, то поверьте, я понимаю, это не просто мозгами, я понимаю это сердцем. Потому что мама для меня была таким дорогим человеком, моим героем. И три года я не мог вообще просто жить нормально после ее смерти. И я жалел о том, что я сделал какие-то шаги, которые я тогда не осознавал, что они неправильны. Что они неправильны. Я, может, мог купить тогда себе что-то, в то время, когда лучше бы я, если бы все вернуть назад, отправил бы маму в санаторий, положил бы в больницу, пролечил бы. Но вы знаете, сегодня эта боль, она помогает мне понять пожилых людей и заботиться о них. Представьте, для Бога насколько это значимо, насколько это важно, когда мы не сектанты, когда мы не просто какая-то секта ненормальная, религиозная, которая живет своей жизнью, которая живет просто тем, чтобы у них все было хорошо. Они приходят к Богу только чтобы решить свои нужды. Или просто уже по традиции. Это, знаете, это сектанство. Это вообще ненормально. Скажи вместе со мной, мы не секта. Мы не секта. Скажи громко это. Теперь я вас услышу. Запомните все сектантские вот эти заведения, все вот эти религиозные кружки, где люди вроде бы говорят о Слове Божьем, а живут они не по Слову Божьему. Они живут в своих мерках. Поверьте, это Богу не нравится. И подумайте только о том, насколько Бог, Он ценит каждого из вас, когда вы перестаете там себя любимого жалеть и понимаете, перестаете закрываться в своем мире. И вы идете туда, где боль, где страдания, где вы нужны сегодня, где вы приносите, вот знаете, приносите людям весть о том, что все будет хорошо, что вы не оставите их, что вы поможете им, что любовь Божья в ваших сердцах, это не просто слова. И сегодня мне, знаете, когда я говорю об этом, я хочу сказать каждому из вас, друзья, мы должны быть церковью, дорогие телезрители, мы должны быть людьми, наши все дочерние церкви, послушайте, все интернет-домашки, все пастора, с пасторов все начинается. Если пастор, он сам живет этим, я думаю, и вся церковь будет этим жить. Вы должны знать, что сегодня так важно, так дорого и так ценно перед Богом, когда мы выходим из своей скорлупы и просто пробиваемся через нее и говорим, нет, я пойду туда, где сегодня людям тяжелее намного в тысячи раз, чем мне, где люди на грани жизни и смерти. Где тьма, боль и слезы, где бесы просто оккупировали все. А я прихожу, когда, знаете, туда в онкоцентр, знаете, что я делаю? Я, во-первых, всегда обязательно молюсь. Я просто молюсь, молюсь за деток, молюсь за родителей, молюсь за эти палаты. Я молюсь, и плюс к этому я обязательно наставляю их, я разговариваю с ними. Я им говорю о том, как нужно мыслить. И я все время им рассказываю, знаете о ком? Как вы думаете? Не слышу вас. О Духе Святом вы говорите? Правильно, о Духе Святом. Я им рассказываю о Духе Святом, потому что люди этого не знают. О том, что Дух Святой, Он реален, и что они могут с Ним говорить, что они могут с Ним общаться. И это очень-очень важно. И сегодня мне, знаете, хочется сказать, выразить такую, знаете, серьезную, глубокую благодарность вообще каждому партнеру, каждому человеку, который сегодня, он открыт, просто он жаждет, чтобы то, что мы делаем, оно в самом деле имело огромные, огромные масштабы помощи людям. У меня мечта, чтобы буквально в каждом городе обязательно был вот этот офис, куда люди могут прийти, куда люди могут обратиться и получить помощь, и молитвенную помощь, и финансовую помощь, где мы сможем купить лекарства, где мы сможем... Вы знаете, как мы все делаем? Мы не просто, чтобы вы знали, там, к примеру, кто-то пришел, и мы, ну, к примеру, да, там, дайте нам денег, и мы даем деньги. Мы так не делаем. Мы говорим, если человек болен, мы связываемся с докторами, мы связываемся конкретно с руководителями больницы, отделения, и мы буквально начинаем с ними сотрудничать относительно этого человека. И мы покупаем лекарства и так далее, и все делается правильно. Все делается так, чтобы человеку реально помочь. То есть буквально, чтобы вы понимали, каждая копейка всегда очень правильно направляется для того, чтобы каждый человек, он получил именно качественную, настоящую помощь. И когда вы являетесь партнером, вы должны знать, что вы спасаете чью-то жизнь. Вы буквально в какой-то момент оказались тем человеком, благодаря которому была сделана какая-то очень дорогостоящая операция, которой бы не было. и химиотерапию можно купить за 3 тысячи гривен, чтобы вы знали. Можно купить за 5, можно за 7, можно за 10, можно за 12. То есть там цены вообще абсолютно разные. Как вы думаете, а качество отличается или нет? Не слышу вас. Конечно, отличается. Потому что та химиотерапия, которая, к примеру, стоит 3 тысячи гривен, она в человеке убивает больше, чем вылечивает. Понимаете? И она толком не помогает. Но та химиотерапия, которая, к примеру, уже брендовая, которая уже стоит денег, она, естественно, производит какой-то хороший эффект. И уже появляется надежда. И вот вы должны знать, что, будучи партнерами, вы что-то делаете. Сегодня люди, они должны понимать, что на земле, вот послушайте то, что я скажу. Хотите услышать что-то очень интересное? На земле сейчас, вокруг, очень много разного обмана, спекуляции, разных мерзких вещей, которые люди вокруг делают. И они играют на больных людях, они играют на стариках, они играют на чем угодно. Я это вижу все. Друзья, я вижу этих обманщиков, этих людей, которые, как они там выражаются, отмывают деньги и все остальное. Но послушайте, есть дела на земле, которые от Бога. Есть дела на земле, которые делает Бог. И чтобы знать эти дела, знаете, что нужно сделать? Нужно пойти и молиться. Просто попросить Святого Духа, чтобы Он тебе открыл. И я скажу тебе одну вещь, что наша Церковь, Духовный Центр Возрождения, это не дело какого-то человека, это не дело мое, это дело Святого Духа. Потому что никогда, никакой человек, не смог бы сделать такого дела. Никогда, никакой человек, не смог бы исцелить тысячи людей. Это невозможно. Это делает все Дух Святой. И наше движение, вот все, что мы делаем, наша благотворительная помощь, все, что мы совершаем сегодня, это дело Святого Духа. Это его дела на земле. И каждый, он должен пойти к Богу, он должен обязательно поговорить с Духом Святым. и от Духа Святого получить это слово, что это дело Его, что это дело Духа Святого. И тогда ревностно и с усердием брать и участвовать в этом, чтобы через твое служение, потому что партнерство, друзья, это твое служение конкретно великому Богу в спасении людей. Потому что через партнерство конкретно ты проповедуешь Евангелие. Через партнерство ты приносишь исцеление к людям. И ты приносишь исцеление не только на крусейдах, сверхъестественное исцеление. Нет. Ты приносишь исцеление тогда, когда приходит правильная медицинская помощь. Потому что Бог, Он действует и сверхъестественно. И Бог также действует через руки врачей. Вы со мной согласны с этим? И для того, чтобы Богу проявиться, Ему нужны те люди, которые знают это. И наше движение, Духовный Центр Возрождения, наш благотворительный фонд, это дело Святого Духа, это дело Бога на земле. И когда ты получаешь это откровение, когда ты получаешь эту мысль, когда к тебе говорит сам Бог, тогда у тебя появляется понимание, что перед тобой прямо сейчас сидит человек, который в жизни своей заинтересован только в одном. это чтобы вот это дело Бога, которое Ему доверено, то есть мне, оно было самым лучшим делом. Я хочу его сделать на самом высшем уровне. Я хочу быть тем человеком, которого Бог похвалит, которому Бог скажет добрый и верный раб. И поэтому я сам во все вникаю, поэтому я сам хожу в эти отделения, поэтому я сам встречаюсь с докторами, я сам узнаю и начинаю проникаться всеми этими деталями, где и что нужно. Когда, к примеру, я узнал, что, к примеру, для того, чтобы выявить рак молочной железы, что существует аппарат, и он поломанный уже несколько лет, и там надо 300 тысяч на то, чтобы купить эту трубку, которая вышла из строя. Как вы думаете, что мы сделали сразу? Мы сразу же, я вник в это, и я спросил, а что делает этот аппарат? И мне объяснили, что он выявляет рак молочной железы на такой стадии, что ни один аппарат, ни одно УЗИ никогда этого не увидит. То есть УЗИ увидит только тогда, когда уже, возможно, этот очаг пустит уже метастазы или вырастет в какую-то опухоль. Но этот аппарат видит так, вот слова доктора вам передаю, заведующей. Она говорит, она директор вообще диагностического центра. Это очень хорошая женщина, Татьяна Семеновна, очень хорошая. Она просто по-настоящему любит людей, по-настоящему, вот она помешана на этом, она служит людям. И поэтому я сотрудничаю с такими людьми. Она говорит, что когда этот аппарат выявляет, то женщине даже не надо делать операцию, ей делают просто надрез, который исчезает через несколько месяцев. Даже шрама не остается. И мы с вами, вот сделав этот аппарат, представьте, что она мне сказала. Ее слова вам передаю, дорогие партнеры. Она говорит, вы спасли уже тысячи жизней. Тысячи жизней. И потом она говорит, что мы в Японии закупили, короче говоря, департамент закупил, короче, такие специальные аппараты, она мне их показывала. Это как УЗИ, но только оно там такое, специальное, японское. И оно нацелено только на выявление рака шейки матки. А это очень распространенное заболевание, чтобы вы знали. И получается так, что для того, чтобы запустить эту программу, нужны там реально большие деньги. И, естественно, как вы думаете, что я со своей стороны сказал и что мы стали делать? Конечно же, мы сразу же первые стали теми, кто сказали, мы будем участниками в этой программе, сколько бы это ни стоило, чтобы помочь людям, потому что Бог через нас хочет помочь людям. И мне хочется сказать каждому партнеру, что мы с тобой делаем дело, которое от Бога. Мы с тобой истинные и настоящие Божьи люди. И все наши жертвы, они приносят людям исцеление. И когда мы молимся на сцене, Бог исцеляет. И когда мы приходим и помогаем, вот буквально вот так вот, да, просто выделяем финансы на то, чтобы эти аппараты работали, на то, чтобы эта программа была запущена. И там, знаете, так интересно, эта программа, к примеру, это целый как проект. Когда запускается эта программа, то привлекается много-много женщин на обследование. И буквально там проверяются, чтобы вы знали, там чуть ли не сотни женщин каждые сутки. И вот женщина проверяется, представьте себе, а у нее раз и на самой ранней стадии, там, где в жизни бы она бы не узнала об этом, выявляется эта проблема. И опять же, ей не нужно делать какую-то сложную операцию, а просто там делается какая-то, самый минимум чего-то, и она свободна, и она живет здоровой жизнью. Мы разрушаем дела дьявола на корню, со всех сторон. Все скажут аминь на это? Аминь. Давайте Богу дадим славу. И поэтому мне хочется сказать вам всем, друзья, вот этот мирок, в котором бывает мы живем, это скорлупа, ее надо разбить. И я знаю, что люди, которые не являются партнерами, это люди, которые живут в этой скорлупе. И это люди, которые, возможно, сами даже заражены каким-то обманом. И они думают, что быть партнером, да, я не знаю, знаешь, как бы, а что там будет? А что, к примеру, на эти деньги сделают? Я тебе скажу, что все деньги, которые жертвуют партнеры, существует департамент целый, целый огромный департамент, который эти финансы направляет исключительно только на конкретные вещи. Это пожилые люди, это детские онкоцентры, это больные люди, которые оказались в очень критическом состоянии. Бывает такое, когда человек там попал в аварию, и вот как была ситуация, да, когда девушка, представьте, она попадает в аварию, и у нее сломаны два позвонка, и, получается, лицо изуродовано полностью, и глаз один вытек полностью, а второй, получается, можно еще спасти. И у нее настолько был удар, что нос и небо, там дырка. Вот ей, к примеру, капают капли в нос, а они падают в рот. Поняли? То есть вот изувеченное лицо. И звонят мне и говорят, говорят, что сейчас, если вот буквально в течение суток ей не поставят вот эти искусственные позвонки, она на всю жизнь останется в кресле, в инвалидном кресле. И благодаря партнерам мы выделяем 170 тысяч тогда, я помню, и ей срочно делают эту операцию. Потом они звонят и говорят, говорят, чтобы ей хотя бы спасти этот глаз один, и чтобы ей хоть чуть-чуть выровнять там лицо, и вот это все зашить. Говорят, надо еще много денег, и мы выделяем еще 250 тысяч. И это все делают партнеры. А девочке 15 лет, у нее жизнь впереди. И потом мне, ну, скинули ее видео, как она идет своими ногами, как она не в инвалидном кресле. И знаете, это все трогает, потому что ты в самом деле думаешь, что Бог, Он пусть воздаст каждому партнеру, пусть воздаст каждому человеку, который сегодня осознает. Знаете, сегодня дьявол, он как собака, он гавкает со всех сторон. Если бы мы ничего с вами не делали, если бы я как пастор ничего не делал, вы знаете, что никто бы о нас ничего не говорил. Плохого. Никто. Мы бы никого не интересовали. О нас бы нигде не писали, нигде не говорили. Никто бы нас не критиковал. Потому что духовный мир реален, друзья. И когда мы начинаем делать что-то, что по-настоящему очень ценно, очень велико перед Богом, сатана сходит с ума. И он ненавидит, он начинает гавкать со всех сторон. Но чтобы он не гавкал, мы продолжали делать добрые дела во имя Иисуса Христа. И будем их делать еще сильнее. Аминь. И у меня, знаете, есть мечта, чтобы каждый человек в нашей церкви, я имею в виду не только в Киевской церкви, а все наши церкви по всей земле, по всему миру. У нас церкви по всему миру, друзья, сейчас. Чтобы каждый человек, и даже каждый телезритель, который не является, может, частью нашей церкви. Может быть, ты ходишь в другую церковь. Может, ты вообще не ходишь в церковь. Послушай, мне хотелось бы, чтобы ты вылез со своей скорлупы и стал участником в том, чтобы вот это видение, которое Бог вложил мне, чтобы мы пришли туда, где тьма, туда, где боль, туда, где страдания, и принесли помощь, принесли ответ, принесли реальную поддержку, изменили судьбы людей, чтобы ты стал участником этого. И если у тебя сегодня есть сомнения какие-то, да, как люди, знаете, говорят, гадости разные, мерзости разные. Послушай, всегда ты лично можешь прийти сам и пойти со мной, пойти с кем угодно в те больницы, пойти в те учреждения, где мы оказываем помощь, прийти к докторам и задать им вопросы, и спросить, куда идут твои деньги, и спросить, так ли это. И каждый тебе подтвердит, каждый тебе скажет и покажет, что на самом деле мы с тобой делаем истинное Божье дело. Вы знаете, что я мог бы жить другой жизнью. Амэн. Я мог бы жить другой жизнью, я бы мог жить жизнью, как живут многие пастора. Знаете как, они никогда не бывают ни в больницах, они никогда не думают о других, они нормально, ну как бы себя чувствуют, и все у них хорошо. По воскресеньям проповедь и все. Но, если вы посмотрите на мой образ жизни, друзья, я много слишком проектов делаю, много слишком всего в моей голове. И везде я хочу помочь людям, везде я хочу сделать что-то, что прославит нашего Бога, потому что Он меня исцелил 25 лет назад. Он спас меня от смерти. Он дал мне прекрасную жену, прекрасных детей. Он дал мне в жизни все, чтобы только я прославлял его имя. И я хочу всю свою жизнь вместе с свиточкой. Мы хотим делать все, и вот мы мечтаем прожить, знаете, вот так вот, 90-95 лет. 95 я хочу конкретно. И до последнего вздоха пахать со всей силы. Пахать и пахать для того, чтобы имя Бога нашего знали все. И знали не только по словам, а знали на делах, потому что делами своими мы проповедуем еще сильнее, чем словами. Кто-то аминь скажет на это? Да. Потому что люди знают, дайте Богу славу за это. Потому что люди знают, что когда мы что-то говорим, это одно. А когда касается денег, знаете, тогда сразу срываются все маски. И когда касается денег, и они видят, что мы жертвуем, что мы отдаем. И я вам прямо говорю, если бы я был другим человеком, если бы я был каким-то лицемером, или каким-то хапугой, я вам скажу честно и откровенно, я бы всем этим не занимался. Я бы жил своей жизнью. У меня есть и бизнес, и все. И все деньги до копейки, они идут в церковь. Но я бы мог устроить свою жизнь. Но меня интересует не устройство жизни. Я умер для этого. Умер реально. Я живу для того, чтобы прославить имя Бога. Для того, чтобы сегодня каждый из вас вы жили для Бога. Для того, чтобы сегодня каждый телезритель, он узнал, что Бог реален. Это смысл моей жизни. И у вас должен быть тоже ясный, четкий и конкретный смысл жизни. У вас должна быть ясная цель жизни. Цель моей жизни. Вы хотите услышать? Да. Да. Я вам сформулирую ее, друзья. Одним словом. Цель моей жизни. Спасение людей. Вот цель моей жизни. Потому что я представляю Христа, распятого на кресте. Я представляю Христа, которому плевали в лицо во дворе Каяфы. Я представляю Христа, которого так били сильно. Изуродовали его лицо. Я представляю Христа, как ему было тяжело. Как он все это терпел. Как его плевали. Шли мимо этого креста и оскорбляли его. И как он умер от разрыва сердца. Так говорит история. Так говорят ученые. Это ужас. Я представляю Христа и понимаю, что каждый человек должен знать, что за него заплачена цена. Сатана хочет удержать эти знания. Потому что только через знания об этой истине человек начинает верить в Иисуса Христа и через веру иметь спасение. Но если человек не слышал, он не слышал об этом, то никогда, друзья, он не уверует в Иисуса Христа. И Иисус Христос, его жертва для этого человека будет напрасной. Представляете, какой это ужас. Когда ты это осознаешь, ты хочешь кричать на весь мир. Друзья, давайте проповедовать Евангелие. Давайте идти везде, где сегодня тьма, где боль. Идти туда, где люди не знают, что Иисус воскрес, что Он рядом, что Он жив, что Дух Святой. Он реален. И еще хочу кое-что сказать вам. Вы готовы к этому? Смотрите, очень интересные вещи, которые я вам сейчас скажу. Когда мы с вами перестаем быть вот этими сектантами, которые живут в своей скорлупе, и мы разбиваем эту скорлупу, и мы понимаем, что существуют другие измерения, и мы идем туда. Что с нами делает Бог? Что Бог делает в нашей жизни? И я хочу вам прочитать это из Библии. Потому что это слово сегодня прямо адресовано к тебе, дорогой друг, кто сидит и смотрит меня, дорогой телезритель, слушайте внимательно. Потому что это слова, это не просто слова. И если это слово попадает к тебе, значит, это слово материализуется в твоей жизни. И вот что здесь написано, сороковой псалом. Псалом. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Смотрите, когда ты помышляешь о бедном, когда ты разбил эту скорлупу, правильно? Когда ты в скорлупе, о ком ты помышляешь? Скажи мне, о ком? О себе, правильно или нет? Да. Но когда ты скорлупу разбиваешь, ты начинаешь видеть других. И говорится, в день бедствия, а день бедствия, друзья, он приходит ко всем людям. И к праведным, и к неправедным. Но просто вот в день бедствия избавит тебя не твои отложенные деньги, не твои связи, не твои знакомые. Никто тебе не поможет, мой друг. Я бывал в таких ситуациях, когда приходил день бедствия, и я видел, что ты остаешься один. И только Бог может прийти и помочь тебе. Потому что ситуация бывает такая сложная, что даже если бы кто-то и хотел тебе помочь, он не может этого сделать. Вы со мной согласны в этом или нет? Да. И вот говорится, в день бедствия придет к тебе на помощь не твои там связи, твой знакомый великий. Нет, а Бог придет на помощь. В день бедствия избавит его Господь. Теперь слушайте дальше. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. То есть даже когда угроза жизни, Бог обещает тебе, что когда ты помышляешь о других людях, он сбережет твою жизнь. А я, знаете, добавлю вам кое-что. Когда это касается твоих близких, когда это касается вообще твоих детей, твоей жены, твоего мужа, твоих родных, дорогих для тебя людей. Господь избавит, написано, и сохранит жизнь. И следующие слова. Блажен будет он на земле. То есть здесь подчеркнуто на земле. Знаете, почему? Потому что многие думают, что Бог нам воздаст только на небесах. Но здесь говорится, блажен, это значит, он будет счастлив. Он будет где? На земле. На земле ты получишь от Бога помощь. На земле ты получишь от Бога то, что не получат другие. И теперь слова, внимание. И ты не отдашь его на волю врагов его. И вы знаете, сколько людей сегодня, которые хотят, чтобы у тебя случилось что-то плохое. Особенно, если у тебя успех, если у тебя что-то начало получаться, тебя начинают ненавидеть. Тебя начинают проклинать. Кто-то сидит и ждет, чтобы ты упал, чтобы с тобой что-то случилось. Скажите, я правду говорю или нет? Есть такое вообще? Они прямо ожидают, они прямо радуются. Если с тобой что-то случится плохое, они такие, о, вот, наконец, Бог воздал ему. Бог сделал. Вы знаете, я помню одного пастора. Я с ним сидел и разговаривал. И он начал говорить за моего друга Сергея Яныша, которого убили во время молитвы. Просто застрелили в упор. Потому что он с собой закрыл свою церковь. Просто взял вот так ружье и направил в себя. И тот человек выстрелил в упор. И там была дробь. И дробь она выжгла просто целый вот такой огромный просто кусок. Ну, у него выпали просто кишки. Все выпало. И он сидел и говорил мне, говорит, ну что, Яныш твой друг допрыгался, Бог его убрал и тебя уберет. И он так был рад этому, этот пастор. Он так был рад тому, что Сергея убили. И я помню, знаете, мне хотелось просто взять и так дать ему по морде в тот момент. Но я встал тогда просто и сам себе сказал, я никогда больше не заговорю с этим подонком. И я вышел. И это был пастор, друзья. Если даже пастора, они радуются, когда с тобой случается что-то плохое. Что это такое, друзья? Есть люди, которые ненавидят тебя. Есть люди, которые желают тебе зла. Которые мечтают, чтобы с тобой что-то случилось плохое. Которые будут рады, если с тобой случится беда. Но если ты вылез из своей скорлупы и ты заботишься о тех, кто сегодня страдает, то Бог говорит, что Он не отдаст тебя на волю врагов твоих. Аллилуйя! Он не отдаст тебя им. И все их желания, все их ожидания, все их мечты, чтобы с тобой случилось что-то плохое, они не исполнятся. Но наоборот, в 63-м псалме говорится, стрелы их войдут в их же сердце. И поражены они будут написаны от Бога стрелою. Потому что ты, когда ты партнер, сам Бог будет пускать стрелы в твоих врагов. И ничего у них не выйдет. Дай Богу славу. И это слова, друзья, очень серьезные. Это слова, которые Бог говорит людям, которые имеют уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. И заключительный стих, посмотрите, я хочу прочитать. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты, то есть Бог, с большой буквы, ты изменишь все ложи его в болезни его. И в современном переводе говорится, ты полностью его исцелишь. И я хочу тебе сказать одну вещь. Дай Богу славу. Когда сатана даже придет и будет атаковать твое тело, Бог говорит, что если ты партнер, если ты человек, который реально помог людям, реально верен, стабилен, реально ревнуешь, и это твое служение, за которое ты просто ратуешь, ты растешь в этом служении. Когда придут какие-то даже бесы, болезни, неудачи, сам Бог, не кто-то другой, но сам Бог, Он придет тебе на помощь. И Он поставит тебя крепким и здоровым перед всеми. И я скажу больше, Он накроет трапезу ввиду врагов твоих, которые ожидали, что с тобой произойдет что-то плохое. Он накроет трапезу ввиду врагов, и все они будут смотреть на тебя, как Бог тебя сильно поднял, как Бог тебя сделал здоровым и крепким, как Бог тебя сделал помазанным и дал тебе успех во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мне хочется каждому из вас сказать, что вы должны настолько серьезно отнестись к этим словам в этом псалме, что вы должны взять свою Библию, все телезрители и все, кто меня слышат вот сейчас в зале, все абсолютно, вы должны взять Библию, вы должны взять и подчеркнуть эти слова. И знаете, вот есть договор, договор Бога, вот договор, который Он здесь прописал. Это, знаете, Библия, обетование Божие, это как договор. Это когда заключается договор, то одна сторона обещает что-то другой стороне, а другая сторона обещает этой, и они расписываются. И вот Бог, Он своими словами, Он уже написал договор и расписался. И ты должен взять вот так в Библии и отнестись к этому настолько серьезно, чтобы взять и подчеркнуть каждое обетование как свое личное, что это сказано не просто, ну типа абстрактно для всех, нет, это сказано в мою жизнь. Я хочу видеть долголетие, скажи со мной аминь на это. Аминь. Знаешь, что Бог обещает долголетие? И долголетие, то есть что это имеется в виду? Это не значит, что ты будешь долго жить и постоянно болеть и страдать. А нет, долголетие это когда здоровье будет сочиться, когда ты будешь крепок, когда ты будешь силен, когда ты умрешь не от болезни, а как написано Моисею было 120 лет, и написано, что даже зрение его не притупилось. У Авраама было омоложение организма, и он прожил 170 лет, и еще родил шестерых. Понимаете, то есть вот оно, обетование Божье. И в Ефесянах 6 главе 2 стихом говорится, «Почитай отца и мать, и написано, будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». А теперь вдумайтесь на минутку. Отца и мать физических – это раз. Отца и мать духовных – это аминь. Два. Но каждый пожилой человек, он тоже наш отец и мать. Кто-то аминь скажет? Это поколение отцов и матерей. И когда мы заботимся о них, вдумайтесь, какое обетование нам дает Бог. Кто из вас хочет в 85 лет чувствовать себя так, как будто бы тебе 30? Я скажу вам, друзья, что так и будет. Потому что ты берешь это, и смотри, ты подчеркиваешь каждое обетование. Я вас учу каким-то, ну, таким, знаете, таинством и секретом, дорогие телезрители. Ты подчеркиваешь, и ты подчеркиваешь специально, как свое личное обетование в свою жизнь. И вот здесь говорится, в день бедствия избавит его Господь. И ты подчеркиваешь это. И ты проговариваешь, что это касается моей жизни. Мое будущее, оно предопределено. Потому что с моей стороны я сделал то, что должен. Потому что люди многие думают, моя жизнь, она зависит полностью от Бога. Нет, это неправда, не верьте в это. Бог со своей стороны сделал все. Но твоя жизнь зависит от тебя. Потому что если ты делаешь то, что говорит Бог, тогда Бог, Он сделает то, что говорит Он. А если ты не делаешь того, что говорит Бог, то каким же образом жизнь твоя в Божьих руках? Объясни мне. Понимаете, заблуждение религиозное. Это когда ты говоришь, пусть воля Божья исполнится в моей жизни. Пусть Он делает моя жизнь в Божьих руках. А Бог говорит, так подожди, она не в моих руках, она в твоих руках. Какой мерой отмеряешь, так сказал Иисус? Такой тебе отмерено и будет. Если ты сегодня партнер, если ты сегодня служишь Богу, если ты сегодня вылез из своей скорлупы, спасаешь людей, проповедуешь Евангелие, тогда я задаю тебе вопрос. Если ты все это делаешь, то, конечно же, тогда твоя жизнь, она и есть в Божьих руках. Тогда ты дал Богу возможность действовать. И насколько ты дал Ему возможность действовать, настолько Он и будет действовать. Но если человек, он не дает Богу действовать, скажите, вам понятно то, что я говорю или нет? То зачем говорить, что моя жизнь в Божьих руках? Моя жизнь в Божьих руках, когда я подчеркиваю эти обетования и говорю, Бог, вот слушайте до конца эту мысль. И здесь говорится, Господь укрепит его, сохранит его, не отдаст на волю врагов, исцелит его, ты все это подчеркиваешь, а потом ты берешь ручку, внимание, и берешь и расписываешься прямо на этих обетованиях. И говоришь, Бог, это твоя сторона договора, а вот моя роспись, это моя сторона договора. И теперь я со своей стороны буду делать и исполнять свою часть договора. И теперь я знаю, что моя жизнь, она в твоих руках. Теперь я знаю, что в любой ситуации ты мой гарант, ты мой щит, ты моя надежда, ты моя награда, ты мое здоровье, ты мое долголетие, ты мое процветание, ты моя мудрость, ты мое разумение, ты мой успех, ты мое благословение. Аллилуйя! А давайте сильнее дадим славу Богу, потому что сегодня вы получаете какие-то важные мысли. Поэтому сегодня, друзья, представьте, что делают люди, которые не понимают и не слышат того, что я говорю. Они стоят в стороне и наблюдают. Вот примерно это выглядит так. Знаете, когда, вот представь себе, сегодня там онкологические центры, пожилые люди, дети с ДЦП. Я вам рассказываю просто, вот подумайте только об этом. И столько боли, страданий вокруг. Это выглядит примерно так, что ты стоишь и видишь, как рядом просто насилуют какую-то маленькую девочку, какой-то маньяк. Ее бьют, выкалывают ей глаза, издеваются над ней, насилуют ее. А ты просто стоишь и говоришь, ну у меня свои проблемы, я в своей скорлупе, это не мое дело, я помолюсь за них. Вот так примерно сегодня живут верующие. Вот так сегодня живут те, кто не являются партнерами, кто не являются сегодня участниками, кто сегодня не проникнут нуждой и болью других людей. Они просто наблюдают за тем, что происходит. И говорят, это не мое дело. А мне хочется сказать каждому партнеру. Знаешь, сколько уже человек есть? Вот смотри, рассказываю вам. Когда ребенок вот сидит в инвалидном кресле, в детском доме. И чтобы вы поняли, я этих детей с их, я их вижу периодически, приезжаю туда. Вот он сидит в инвалидном кресле. И ему сидеть в инвалидном кресле, чтобы вы поняли, всю свою жизнь, до конца своих дней. Ну вы знаете, что такое ДЦП, правильно? Там разные формы есть и так далее. Но вот есть вещи, которые, вот слушайте. Когда ему приходит 18 лет, 18 лет его переводят из дома детского, дома инвалидов, его переводят в дом престарелых инвалидов. Вдумайтесь, в дом престарелых. 18 лет. И инвалидов. И там он доживает всю свою жизнь. До конца дней. И там он умирает. Он никогда не видит там, я извиняюсь, он не бывал там в Гулливере или в Мосс-Сити или в каком-то... Нет. Все, что он видел, это палата, это кошмар, это голод, это холод, это ужас и все. И теперь слушайте. Многие люди не знают, партнеры, послушайте. Мы с вами делали на протяжении многих лет разные операции этим детям. И многие из них, которые должны были просидеть в кресле инвалидном до конца своих дней и прожить в доме престарелых, они в 18 лет поступили на своих ногах в институты, создали семьи и работают как полноценные люди. и сделали это именно вы, партнеры. А мне кажется, надо Богу дать сильнее славы за это. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы только думайте с вами. Многие девочки, я их видел, вот когда у девочки, знаете, рука, к примеру, да, и она сложена вот сюда. И она, что она может этой рукой? Ну, вы понимаете, да, сложно просто. Ну, такое ввечье, да, родилась. И мы, к примеру, делаем операцию, и представьте, эта рука, она выравнивается. И она этой рукой уже посуду моет, пишет и все остальное. Ну, скажите, разве это не чудо для ребенка? АПЛОДИСМЕНТЫ А я видел детей конкретно, да, которым вот делали операции. Они вообще даже не в кресле, а они, получается, тягались по полу. Поняли? На таких штучках. Он тянет ноги, даже в кресле он не может сидеть, потому что у него ноги так завернуты. Ну, такое вот увечье, как бы, знаете, вот. И когда ему делали, получается, ноги выравнивали, он уже на своих ногах, и он передвигается. И вот представьте, какие чудеса. И это все благодаря тому, что есть партнеры, есть люди, которые вышли из этой скорлупы. Дай Богу славу за партнеров вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам скажу такую вещь. Сатана ненавидит то, что мы делаем. Но мы этого Сатану просто уничтожим. Мы его просто растопчем. Мы будем делать больше и больше. И чем больше он будет гавкать, этот Сатана, чем больше он будет кидаться на нас, тем больше дел мы будем делать, тем больше мы будем жертвовать, тем больше мы будем помогать во имя Иисуса. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы та церковь, друзья, я хочу всем телезрителям сказать, которая не просто рассказывает об Иисусе, а которая показывает любовь к Иисусу, которая не просто говорит, а мы та церковь, которая делает. И мы сейчас, как говорится, только начинаем. Придет время, когда мы будем помогать, и мы просто покроем, покроем не только Украину, покроем много стран. Мы будем везде просто помогать масштабно. И это будет выражаться, может, в сотнях миллионов долларов. Я просто верю в это. Потому что Библия говорит, верный в малом будет поставлен над многим. А мы с вами верны. И я верен перед Богом. И я могу в глаза каждому посмотреть и сказать это. Я сам партнер. И я не нарушаю свои партнерские ни одного месяца, никогда. И кроме партнерских, я всегда помогаю еще очень много. И вообще, честно вам скажу, меня не интересуют финансы. Меня интересует то, как найти финансы для того, чтобы в церкви были деньги. Для того, чтобы помочь людям. Для того, чтобы решить проблемы. Потому что я когда-то, был момент в моей жизни, я решил для себя, что мой обеспечитель Бог, если Он захочет, чтобы я жил в нищете, я Ему сказал, я буду жить в нищете. Мне главное жить так, как ты хочешь, чтобы я жил. Если ты хочешь, чтобы я был самым нищим, я рад буду быть самым нищим. Если ты хочешь, чтобы я процветал, я буду процветать. Если ты хочешь так, будет так. Хочешь иначе, будет иначе. Для меня важнее воля Божья, чем то, как я там живу, хорошо или плохо. Потому что я в жизни попробовал все, друзья. И большую часть жизни я прожил в глубокой нищете. И поверьте, я не скулил, не страдал, а я это прошел все достойно. И прошел все, и я жертвовал в это время. Я жертвовал, несмотря на свою нищету. То тем более сейчас я буду жертвовать и буду учить вас всех. И моя мечта, чтобы все люди, которые только верят в Бога, все люди, которые только знают Бога, все телезрители, которые даже, может, еще плохо даже понимают, о чем я говорю, чтобы все пережили этот сороковой псалом на своей жизни, чтобы вы пережили сострадание к людям, чтобы вы поняли, что наша жизнь, она может быть взорвана по-настоящему Богом. Когда мы вот эту скорлупу разобьем, и мы узнаем, что вот эти миры, где боли, слезы, мы подарим там новые судьбы, мы подарим там новые жизни, мы подарим там вместо смерти придет исцеление во имя Иисуса, придет жизнь. Аминь! Я очень рад вас всех видеть, дорогие мои, и пусть вас Бог благословит. Я вам скажу, не забудьте, сделайте, серьезно отнеситесь к тому, что я сказал, возьмите свою Библию, и пусть это будет тайна вашего сердца, пусть это будет сокровенным. Возьмите прямо, и не просто подчеркните, а с полным осознанием, Бог, я, этот человек, который принимает каждое твое слово, и оно материализуется в моей жизни. И помните, Бог предваряет вас в вашем будущем, когда вы в настоящем исполняете Его волю. И распишитесь прямо, вот так просто поставь свою роспись и скажи, Бог, мы с тобой в завете, мы с тобой в договоре. И пусть слава Божья явится на вас. Я благословляю каждого из вас. Я благословляю вас всех, дорогие мои, дорогие все киевляне, дорогие все телезрители, дорогие все наши, вся семья наша духовная по всей земле, все абсолютно. Я благословляю вас именем Иисуса Христа, и я говорю вашу жизнь. Пусть слава Божья явится на вашей жизни. Пусть вы будете теми людьми, которые творят дела Бога на земле, которые представители великого Бога на земле, через которых является милость и сострадание нашего Господа Иисуса Христа каждому, кому сейчас больно, кого везут на операцию, кому прямо сейчас произнесли страшный диагноз, кто уже на этой неделе узнал, что у него какая-то страшная болезнь, которая приведет к смерти. Бог мой, через нас яви свою славу и отмени эти приговоры, отмени эти диагнозы, отмени эти страдания, отмени все это, Боже, через нас яви свою славу. Пусть произойдет, Боже, это великое чудо, Боже, пусть через то, что мы несем это служение, Господь, в партнерстве, через это явится Твое великое милосердие к людям. Пусть через крусейды, через телевидение, через крусейды, которые мы будем проводить, множество людей познает Тебя, множество людей переживут Твою славу, множество людей узнают Тебя лично, познакомятся с Тобою, Дух Святой. О, Боже, благослови каждого. И сегодня, и скажи со мной, брат и сестра, и дорогой телезритель, я разбиваю эту скорлупу, пусть она будет проклята, эта скорлупа, я не буду в ней жить больше никогда. Я открываюсь для того, чтобы жить, как жил Иисус. Я хочу идти туда, где может боль, страдания. Я хочу менять судьбы людей во имя Иисуса Христа. Я хочу быть партнером. Я хочу быть человеком, который вместе проповедует Евангелие, проводит крусейды, идет в онкоцентры. И когда я партнер, я иду вместе, вместе с пастором, я иду в эти онкоцентры, я иду в эти детские дома, я иду к этим пожилым людям. Я провожу крусейды, я проповедую Евангелие, потому что я соучастник в этом великом деле Божьем, когда я партнер. Поэтому я являюсь этим соучастником, этим партнером, этим соработником. Заяви это в духовный мир сейчас. Скажи, поэтому я буду также разделять этот сороковой псалом, эту награду. Я тот человек, который переживет каждое слово на своей жизни. Я не буду отдан на волю врагов. Никакие бесы меня не одолеют. Никакие дьяволы не смогут мне повредить, потому что я буду здоровее и крепче с каждым днем. Потому что я буду процветать все больше и больше с каждым днем. Потому что вся моя семья будет защищена. Во имя Иисуса Христа. Яви свою славу, великий Бог, на каждом. Яви свою славу на каждом присутствующем, на каждом телезрителе. Яви свою славу. Пусть милосердие Твое, оно сегодня, Боже, просто и зальется. Пусть открыты будут уши. Пусть каждый пойдет к Тебе, Дух Святой. Я молю Тебя. И от Тебя просто услышит то, что говорю я. От Тебя лично услышит, что это Твое дело, что это Ты делаешь, что это Твои дела на земле. И это самое важное, быть частью Твоих дел на земле. И пусть явится слава. Я провозглашаю долголетие, крепость, здоровье, в жизнь каждого, каждого партнера, каждого, кто меня слышит. Я провозглашаю жизнь, долголетие, здоровье, крепость, процветание, устройство, благодать, просто прощение всех грехов, крови Иисуса Христа, омовение, ни капли осуждения, ни капли вины. Просто сейчас прямо благословение полноценное с креста Голгофского пусть переходит на каждую душу. Подними свои руки сейчас и примей это благословение. Благословение с креста Голгофского пусть переходит прямо сейчас. Полноте, в полноте, в полноте, в полноте, нищета умершлена, болезни взяты. Сегодня благословение, благословение Иисуса Христа да приходит, да приходит на жизнь каждого во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, помазание Святого Духа. Двинься во имя Иисуса Христа прямо сейчас, Дух Святой. Сила Твоя исцеляющая, Боже, сила Твоя благословляющая. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я говорю это в жизнь каждого. И пусть это слово сейчас, оно ляжет, как мантия, и облечет каждого человека, каждого телезрителя, каждого присутствующего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Бог вас, дорогие, благословит обильно. Пусть слава Божья явится на вашей жизни. И я заканчиваю уже, потому что я займу все ваше собрание. И мне есть много что сказать. Я вас всех люблю и благословляю. И говорю вашу жизнь, что все будет хорошо. Аминь. Да благословит вас Господь. Люблю вас всех.